Мы читаем труды Бали Сулама, страница 385, статья Дарования Торы, 4-й пункт. Вопрос можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. 385-я страница, труды Бали Сулама, 4-й пункт Дарования Торы. Если ещё недостаточно тебе... Скажем, о чём он говорит, недостаточно тебе этого? Мы собираемся выяснить, что такое Торо, потому что в нашем мире есть некое средство, с помощью которого можно прийти к целе творения. Что значит к целе творения? Есть творение. Я вижу Вселенную, земной шарик, да, тут у меня, как я проверяю, что он существует, воздух, звёзды, солнце, луна. Неживое растительное животное, говорящих я тут тоже вижу. Всё это существует. Почему существует? Откуда существует? Зачем существует? С какой целью? Именно всё это существует. Торо призвано объяснить мне. И в каком виде она должна сказать мне, зачем я живу, почему я живу, какова причина, каков результат, куда я приду, и всё. Всё, короче говоря, нет такого, чтобы я не узнал. Как мне прийти к этому знанию? С помощью простой вещи? Как бы к этой большой, огромной мудрости, которая выше этого мира, со всеми духовными там мирами, не знаю. Как мне прийти с помощью какого-то правила, которое очень далеко от природы, от законов природы, физики, химии, биологии. И где все эти вещи? Возлюби ближнего, как самого себя. Это совершенно непонятно. Скажи мне, дай какую-то формулу, какое-то железное правило. Просто любовь – это такая вещь, которая каждый не знает, что с этим делать. Его тащат от одного края до другого, каждый, что ему хочется. Мы не приписываем этому свойству никакой важности. Силы, материи. Я понимаю, если речь идёт о страданиях. Да? Когда человек проходит что-то, это серьёзно. А любовь – это что-то... Мы не приписываем этому свойству силы, точности. Основы мира. Нет. И поэтому нам очень тяжело приблизиться к пониманию этого понятия, что это великое правило в Торе. Так и Тора тоже, если она говорит о любви, мы не можем относиться к этому серьёзно. И он постепенно объясняет нам, насколько это как раз этот подход через любовь – это самый сильный подход, самый тяжёлый, это железное правило. Невозможно с этого отклониться, это заставляет нас пройти через все сокращения, все угрозы, через всё, чтобы прийти к этому понятию «возлюби ближнего как самого себя». Но в этом мы исследуем весь мир, познаём весь мир, обретаем весь мир, всю реальность. И всё в постижении свойства любви, которое не такое, как мы сейчас себе представляем. Но у нас есть проблема, как относиться к этому свойству серьёзно и начать реализовывать его. Я помню себя, я как-то был на похоронах, когда ещё жил в Раховоте, ещё до того, как я познакомился с Рабашем. И когда я всё ещё искал, я не знал, как и что. И на этих похоронах храминальную речь читал Равкук, Раховотский. Потом я лучше познакомился с ним, послушал несколько его уроков. Очень дорогой человек, понимающий в Кабале. И он там говорил, это был такой случай, очень тяжёлая авария, молодая пара накануне свадьбы просто погибла. И он говорил об этом просто со слезами, что не хватает нам любви, что только с помощью любви мы можем исправить все эти грехи, все эти дефекты. А я не понял. Я думал, ну, Рав, конечно, должен так говорить. Потом, через какое-то время, когда я уже учился, я понял его. Но все относились ко всему этому так же, как я тогда. Хотя там было много региозных людей, да? Я думаю, что я люблю своих детей, и что я могу любить весь мир таким образом. Что значит, что мать любит своего ребёнка? Это не возлюбив ближнего, как самого себя, если я буду любить так весь народ? Это то же самое? Нет, это совершенно не любовь. Мать к ребёнку, к своему младенцу – это не любовь. Это естественная животная связь, и всё. Ты можешь называть это любовью, но это ты так называешь. Я тоже могу называть, потому что так мы говорим, но это не любовь. Потому что это природа вынуждает тебя. Природа вынуждает тебя. То есть, когда говорят, возлюби ближнего, как самого себя, как ты от природы любишь себя, так ты должен сейчас любить ближнего. Как мать любит себя, так она любит ребёнка. Естественным образом она не заставляет себя. Это та же любовь, даже ещё больше, по отношению к ребёнку. Поэтому я говорю, это любовь телесная, как бы это одно тело. И тут нет никакой работы с её стороны, а природа внуждает её. Поэтому мы не называем эту любовь к ближнему. Потому что она и ребёнок – это то же самое. Это часть её тела, самая дорогая часть её тела. Да? Я говорю об ощущении. Ощущение – это ощущение, но так что. И когда моя дочка перебегала дорогу перед машиной, мне хотелось умереть от страха. Да-да, это животная связь. Сихонечку, ты работал над этим? Что значит, работал над этим? Я её растил, всё, у меня такая любовь была к ней. Это любое животное делает то же самое. Есть родители, которым неважны их дети? Есть такие, такие, среди животных тоже есть такие, такие. Ну так что. Это у тебя было естественным образом. Ты не достиг этого через усилия, поэтому нельзя называть это любовью к ближнему. Может быть, ты ещё так скажешь? Скажешь, это любовь к ближнему? Она не ближний, она главная часть твоего тела. И всё. Как говорят, жена человека – часть его тела. Это естественное, животное, материальное отношение на уровне животного. И не имеет отношения к уровню человека. Должен я любить всё человечество, как своих детей? Нет. Ты должен, прежде всего, проверить, насколько ты любишь себя, во всех частностях, во всех случаях. И тогда, соответственно, этому ты должен передать эту любовь к человечеству. Во всех частностях и случаях. Да. Я скажу вам по правде. Я вообще терпеть их всех не могу, не то что любить. Правильно. И тогда ты поймёшь. Над этим страданием ты поймёшь, насколько ты любишь себя. По отношению к ним ты познаешь свою собственную любовь к себе. И если кому-то плохо, и на этой неделе судили одного человека, я просто радовался, у меня был праздник. Как же я могу вообще радоваться, когда он садится в тюрьму? Это же вообще, это кажется нереальным. Я радуюсь, он садится на 6 лет. Откуда такая может быть радость? Почему мне так хорошо от этого? Потому что насколько плохо другому, тебе лучше. Как такое возможно? Это относительно садок, человек себя проверяет. Ну, давай я тебя помещу в какое-то место, где люди получают полкилограмма хлеба на весь день. И литр воды. А тебе я дам какой-нибудь сэндвич. Как ты себя будешь чувствовать выше других? На этот сэндвич сейчас ты не смотришь. Ну, как тогда ты будешь его ценить? Это все относительно. То есть, я должен прийти к такому состоянию, что если кто-то садится в тюрьму, я должен сопереживать ему, как будто бы это я сажусь в тюрьму. А об этой любви вы говорите? Как будто ты сейчас садишься в тюрьму. Что, буквально? Это возможно? Если ты захочешь, свет сделает тебе это. Да. Что ты будешь чувствовать себя страдающим со всем миром. И тогда ты сможешь исправить весь мир тоже. Четвертый пункт. И если еще недостаточно тебе, могу добавить, что требования этой заповеди любви к ближнему еще жестче, так как требуют от нас предпочесть потребности другого своим нуждам. Как сказано в Иерусалимском Талмуде, чтобы было ему хорошо с тобой. Речь идет о евреи, находящемся в рабстве у другого еврея. И сказано, в случае, если есть у хозяина только одна подушка, и он лежит на ней и не отдает своему рабу, то не выполняет указания, чтобы было ему хорошо с тобой, так как лежит на подушке раб на земле. А если не лежит на ней и не отдает ее своему рабу, то это грех Содома. Выходит, что должен передать подушку своему рабу, а сам господин лежать на земле. И таким образом находим, что этот закон также укладывается в рамки любви к ближнему, ведь в нем тоже наполнение потребностей другого уравнивается с наполнением собственных потребностей, как в примере с еврейским рабом, чтобы было ему хорошо с тобой. Так же и в случае, когда у него есть только один стул, а у его товарища нет совсем, то в соответствии с установлением, если он сидит на нем и не дает другому, то нарушает исполнительную заповедь возлюбить ближнего своего, как самого себя, так как не заботится о потребностях ближнего, как о своих собственных. А если сам не сидит на стуле и не дает его другому, то это сродни Содомскому греху. Ведь заповедь обязывает отдать стул другому, а самому сидеть на земле или стоять. И понятно, что этот закон говорит обо всех возможных нуждах другого, которые ты в состоянии заполнить. А теперь иди учись. Существует ли возможность выполнить эту заповедь? Ясно, да? То есть, что нам надо проверять, чего не достает другому, и стараться всеми своими силами наполнить все потребности ближнего. Да, Амман, ты готов, как я вижу. Нет? А все так рукой делаешь? Нет, со стулом это такой правильный пример. Когда я был своим товарищем в одном месте, там действительно был один стул. Понятно, я предложил ему, а ему было неудобно, а он хотел, чтобы я сел, и получилось так смешно, что мы оба стояли. Стоял стул, а мы рядом с ним оба стояли, и никто не хотел садиться. И действительно получается так, даже неосознанная такая любовь к ближнему. Нет, это не любовь. Тебе было неприятно, что ты сидишь. Ему было неприятно, что он возьмет и сядет. Ну, точно. Так что говорит здесь Бали Сулан? Он говорит, как я могу сделать так, что я даю ему свое место, а сам сажусь на землю. Нет, говорится о желании. Что это ты хочешь, чтобы произошло, что ты готов сидеть на земле, а то, что ты можешь наполнить его желание, это наполняешь, как до исправления, ты хотел получать от всего мира все, что ты хочешь, и чтобы им не осталось ничего. Не то, чтобы им осталось чуть-чуть, еще лучше, чтобы им вообще ничего не оставалось. Ты чувствуешь, что действительно ты владеешь всем. Что же в этом состоянии должно было произойти? Скажем, если я сажусь, а он остается стоять? В твоей ситуации? Ты не можешь это сделать, и он не может это сделать. Вы находитесь оба в каком-то такой скрытой гордыне. Никто не может воспользоваться стулом. Если бы вы меня позвали, я бы сел. Да. Потому что это... Тут нет решения. Нет. Я еще раз говорю тебе, здесь проблемы... Проблемы... Проблемы очень простые. Где мое желание получать находится сейчас? Это не вопрос со стулом. Мое желание получать находится ли оно в товарище? И то, что недостает товарищу желание получать, как служит мне, сейчас будет служить ему. А я только привожу в действие желание получать. но согласно какой потребности? Согласно потребности товарища. То есть, я тут становлюсь как машина для наполнения, как мать по отношению к ребенку. Что он хочет, она обязана сделать. Она вынуждена. Природа заставляет ее. Так мы должны быть по отношению к ближнему. Да. Мы знаем, что люди, 99%, которых не проснулась точка в сердце, они действуют в эгоистической природе автоматически. Да. Человек, если достигает возлюбив ближнего как своего себя, как рабе Акива, свойства любви, отдачи, у него есть выбор, сила отдачи облачается в него. Выбор всегда есть, потому что он продвигается по трем линиям, в левой линии у него всегда есть эго, и против него он делает исправление. Даже если он уже прошел 125 ступеней. Не знаю, что в Гмартикуне. То, что после Гмартикуна, я не могу сказать ничего. Я не понимаю это состояние. но до этого все время мы все прегрешения покроются любовью. Все время у тебя есть одно и другое. Дай своему товарищу. Какие желания товарища мы должны уважать? Обслуживать многое желаний? Прежде всего ближний. Ближний это на самом деле не весь мир. твой ближний и написано об этом тоже твой ближний это тот кто с тобой вместе идет по пути постижения цели. Вы в этом партнеры и один не может быть без другого в постижении цели. Цель постигается именно в правильной связи между вами и тогда когда ты заботишься о нем больше чем о себе тем самым ты наложишь правильную связь между вами куда и придет свет и он тебе тоже так обратно. Мы сказали что невозможно дать человеку еду или лекарства это не помогает людям нужно дать только объединение я полагаю что ближнему тоже нужно заботиться об объединении? Если он хочет есть дай ему еду тоже какая разница но главным образом из того что мы работаем это объединение а если я даю ему еду здесь нету как бы порчи какой-то творец я таких расчетов вообще не делаю творец стал творец взял это то есть без всякого выяснения если ему что-то не хватает без всякого расчета вообще я должен наполнять ему насколько возможно чтобы это привело нас вместе в пути соединенными воедино и все поэтому пишет Борисулам что о необходимом минимуме товарища я обязан заботиться необходимым минимум это чтобы у него было как существовать я всегда проверяю необходимым минимум своих или да неважно это так написано как себя Тамарик если я проверил что не хватает товарищу я обнаруживаю что не могу наполнить и все его нужды хоть в чем-то а с другими тоже постарайся но обычно после этих всех простых вещей которые каждый может сделать большую часть мы не можем наполнить ни я ни группа есть такие ситуации когда мы видим проблему видим страдания но не можем помочь надо молиться как правильно молиться чтобы привлечь свет это как себя как будто это происходило с тобой я иногда и о себе тоже не могу ничего изменить ты о себе ничего не можешь изменить только товарищи человек себе на духовном пути он видит насколько он просто без рук на духовном пути мы обнаруживаем что у нас нет рук нет никакой возможности помочь себе самому я отдан на милость своей группы захотят я буду продвигаться не захотят не буду это так и тогда приходят к настоящему поручительству для того чтобы продвигаться я обязан с ними быть связан я готов дать им все чтобы продвигаться а потом я прихожу к ситуации что наоборот что я не хочу ничего и не думаю о своем продвижении а только чтобы у меня была возможность поддерживать помогать им это поручительство настоящее поручительство ладно да там паренек кто это что это да сегодня сегодня все люди в мире любят деньги что делать если человек хочет от меня денег что я могу ему дать я не обязан если человек которому я обязан то я должен а если человек просто так в мире это в мире есть полно людей которые просто умирают с голоду я я не думаю об этом я не могу исправить мир я думаю о том как мне приблизить мир к творцу послушай это может быть даст тебе общий взгляд на исправление мира миру не нужны деньги ни хлеб ничего миру нужен высший свет который бы наполнил и устроил бы все излечил бы все приблизить высший свет к миру я могу только с помощью того что я объединен в группу и вместе с группой буду подталкивать себя и всех нас вместе к свету раскроем потребность в нем потребность в исправлении через него у всего мира и таким образом я работаю а эти сейчас стараться помогать там в Африке и в других государствах и континентах разным людям это ничего не произойдет от этого ты видишь ничего не происходит ни к чему хорошему это никогда не приводило ничего хорошего из этого никогда не было то есть только таким действием и все спасибо да по пятницам у нас есть такие вопросы мы работаем с группами израиля мы получили вопросы от групп израиля хотели бы их задать мы говорили о распространении и пошел вопрос из Тель-Авива мы распространяем 99% интегральное воспитание и поручительство чтобы у них была жизнь лучше но мы сами этого не показываем можем ли мы представлять собой пример как общество которое живет в поручительстве мне кажется что мы совершенно неорганизованы в этом мы не можем быть примером потому что мы не 99% то что у них совершенно другие ценности чем у нас если я нахожусь в каком-то месте я живу там у меня есть вода холодильник стол постель я работаю около компьютера и все мне больше ничего не нужно им может быть нужен дом несколько этажей и газон несколько машин перед домом там еще бассейн еще что-то я говорю тебе у каждого человека есть какая-то мера как сказать сколько ему нужно чтобы реализовать свое жизненное предназначение я не могу быть для них примером не могу понимаешь потому что я живу свою проживаю свою жизнь по-другому со своими ценностями но я прихожу к ним чтобы действительно сделать им лучше согласно их ценностям я не заставляю их будьте как я вставайте в три утра ешьте курицу которую нам тут дают на кухне понимаешь и так далее и так далее подобные вещи а я говорю им живите своей жизнью насколько вы хотите со всеми желаниями со всеми вещами мы только будем работать вместе над тем чтобы избавиться от этих проблем как лучше устроить нашу жизнь согласно вашему пониманию я не говорю им сейчас вы будете на какой-то диете это из дома уберите это уберите у вас будет хорошая жизнь наоборот внутри их жизни я говорю в вашу жизнь мы привнесем свет поэтому я не могу быть примером и не могу быть никогда не буду для них образцом потому что я тот кто посвятил свою жизнь другим целям и живу соответственно этому да ну вперед еще один вопрос из Русалима нам говорится снова и снова что мы должны заботиться об объединении в группе из этого объединения темы распространения мы не чувствуем что без этого нельзя выйти на распространение я чувствую что мне нужна сила когда я выхожу на распространение где мне взять ее от уверенности которую получают товарищи разве вы не чувствуете когда вы выходите что вам этого не достает ну вопрос по поводу равновесия в этом практически состояние другое главное распространение не остается места для работы в группе не для работы а немножко впечатлиться вы должны рассказывать друг другу быть объединенными чувствовать насколько вы действуете вместе насколько каждый приносит свою копеечку и все эти монетки скапываются в большой счет это происходит мы видим как это идет как тут есть помощь свыше мы прошли уже изгнание мы сейчас находимся на этапах избавления и чем больше мы будем работать в этом направлении соответственно этому желательному развитию мы увидим благословение так что когда я выхожу на места я сам чувствую я не должен вспоминать об этом я чувствую что мне не достает поддержки уверенности приподнятого настроения и так далее я должен немножко впечатляться от товарищей да еще один вопрос в последнее время это из Хулона из Батяма Ришина объединяются группы совершаются общие действия с Петахтиквой мы изменяем организационную группу и как следствие многие из ребят оставили группу отдалились как нам продолжать я не знаю я не присутствовал при этом не решал вместо них что нужно объединиться я думаю что характер человека в Израиле что если он должен проехать несколько километров это называется уже далеко ему легче полететь за границу и поэтому когда они сейчас ездят в Ришин может быть это отдалило людей кроме этого была группа интимная маленькая сейчас большая может быть они не чувствуют что есть группа просто много людей и человек там теряется есть разные вещи я не говорил так делать меня вообще не спрашивали а если бы спросили я бы сказал приезжайте сюда но они не хотели приехать сюда они решили объединиться в Ришине у них есть видимо в Ришине рябе какой-то да мудрец Ришон Лиссионский 4 километра между центрами ну ладно я не вхожу в это я не измеряю километры все это ну скажи 120 видимо он до 120 приезжает ну очень хорошо дальше следующий вопрос по поводу работы в группе Раф нас учат что нужно включаться чтобы было как минимум 10 человек чтобы продвигаться в духовном но каждое утро есть разные товарищи на утреннем уроке взаимовключение с разными товарищами на уроке есть ли влияние на мое продвижение я как раз наслаждаюсь от того что меняется то так то так иногда миком приходит иногда нет я действительно говорю это не мешает мне совершенно не мешает люди приходят уходят возвращаются у меня с этим нет никакой проблемы когда вижу человек я видел его несколько недель назад может даже месяцев иногда и лет пришел пришел это все свыше нет у меня к нему никакого расчета никакой критики ничего с моей стороны все могут вернуться кто здесь был много лет назад я совершенно не делаю с ним никакого расчета а поменялись поменялись часто человек не может удержаться в группе во внутренней группе а лучше так мы походим вокруг этого так на периферии как спутники такие потому что быть во внутренней группе это заставляет не оставляет мне воздуха слишком давит он прав но для продвижения это обязательно поэтому я понимаю холонскую группу которая бежит в Ришино а сюда нет потому что здесь они чувствуют там они чувствуют себя равными свободными можно поговорить во время урока так это все чувствует больше клуб я не хочу что сказать понеближительного но есть немножко такой оттенок тогда как здесь это как армия кто этого хочет это правда каждый должен делать расчет еще вопрос о равновесии между уроком утренним и распространением то что мы делаем в распространении это является работой получается что у меня меньше времени остается на то чтобы прослушать уроки даже час если остается у тебя для уроков распространение даст тебе большую пользу потому что ты от распространения приходишь в разные состояния ты пока что пока находишься на распространении ты хватаешь от них разные вирусы мысли такие такие разные это тебя путает а потом ты и справляешься. Нет выбора. Мы обязаны как раз над этим расти. Но урок каждый день. По крайней мере, один час. Вопрос по поводу распространения. Может ли член группы зарабатывать на передаче учения, преподавания? Я был бы очень рад видеть всех вас. Всех! Чтобы вы стали учителями, показывали бы путь не только народу Израиля, а всему человечеству. Чтобы это было у вас как профессия. Но для этого надо учиться. Тот, кто заинтересован в этом, должен вкладывать в это много. Он должен пройти все наши учебные центры, кампусы и семинары. и мы должны посмотреть, правильно ли это. Есть группа, которая называется духовная дирекция. И с ней рядом еще группы, которые решат, кто да, кто нет. Этот человек должен получить от нас удостоверение, учителем по интегральному воспитанию. А кроме этого, мы тогда, может быть, поможем ему и начать эту работу профессионально. Наоборот, пусть зарабатывает. Я с радостью вижу так нескольких людей, которые в мире начинают уже работать в этом. Да? Вопрос относительно актуального распространения. Сейчас есть распространение в Сочи. И израильские группы спрашивают, как мы, израильские группы, которые не могут быть там, как мы можем поднять важность этого, чтобы быть введены мысли, действия, быть связанными, поддерживать. По сути дела, сочинская акция начинается уже сейчас. Они начинают сейчас организовываться. Они собираются быть там три месяца. Получается, на самом деле, больше. Потому что уже сейчас, середины мая, они начинают, на самом деле, июнь, июль, август. Они все будут там на акции. Акция очень массированная. Приезжает множество товарищей. Пока что записаны всякий раз, чтобы было 33 человека, им надо больше. Я очень рекомендую всем нашим товарищам на всех пространствах СНГ постараться записаться в московской группе и приехать в Сочи. Согласно тому, как они получат подтверждение, когда они смогут на работу, это и работа, и объединение между собой, и работа в домах отдыха, как это называется там, в санаториях. Их там множество, 200 таких мест примерно. Ребята, которые там собираются, они уже подписывают договор со всеми этими местами и ходят туда каждый день с утра до ночи просто по группам и начинают с ними работать. Я сам еду в районе 8, 9, 10 примерно июня в Сочи, а потом, по-видимому, я еду в начале июля тоже туда и, может быть, потом в середине июля, потому что 25 июля я выезжаю в Южную Америку. Когда я возвращаюсь из Южной Америки с Божьей помощью 12 августа, я тоже еду туда. Короче, я готов быть там, в любой момент, когда они позовут меня, с каждой группой людей, когда новые приезжают туда, чтобы заниматься населением, которые приезжают туда в отпуск отдыхать. Я готов тоже там быть два дня с каждой группой. я вижу в этом очень большую важность. И теперь, в это воскресенье в 5 часов вечера здесь будет урок, и он будет транслироваться по интернету, и там мы будем обсуждать и говорить обо всей этой акции, которую мы там будем проводить в Сочи. Я приглашаю на это всех наших товарищей со всего пространства русскоговорящего, и товарищей из Европы тоже, которые могут приехать туда и принять участие в работе там. Если это они понимают, заинтересованы, тоже приглашаются русскоговорящие. Я имею в виду. Вот все остальные русскоговорящие из Европы могут приехать в Болгарию. Ну, там что-то другое. В Болгарию мы приглашаем только из Европы. А из России, из постсоветского пространства мы приглашаем в Сочи. И сам я хочу там встретиться с каждой группой людей, которые туда будут приезжать, и мы будем проводить с ними учебу, и объединение. То есть, в Сочи у нас в течение лета я, по крайней мере, имею в виду, что у нас будет четыре конгресса. Каждый раз я еду, по крайней мере, на два дня даже, на три. Да? Мы прилагаем усилия в распространении и в Израиле, и за границей. И возникает вопрос, как мы можем сделать это единым действием, чтобы мы почувствовали, что мы все находимся в этом действии, несмотря на то, что в разных местах разный характер распространения. Это разный характер распространения, потому что в Европе, мы сейчас проехали немножко, коснулись немножко Европы, там тоже обстановка подогревается, больше устанавливается. Каждый на своем месте. Каждый на своем месте. Это в соответствии с развитием, с характером места. так что нет у нас тут чего не можем сделать. Нам надо так делиться тем, что каждый делает в своем месте, но есть большие различия между тем, чем мы занимаемся, допустим, когда я еду, вчера мы говорили о том, что в Чили мы даже пойдем к президенту, будем говорить там в СМИ об интегральном воспитании, которое там так важно, но там важное, там интегральное воспитание. Это совершенно не то же самое, что здесь, не то же самое, что в Европе. Это в каждом месте есть собственный характер. или в Колумбии, в Эквадоре, в Сене, где мы будем. Это как сейчас, когда мы были в Македонии, в Словении, в Италии, в Франции. В каждом месте это просто очень большие различия, но это не имеет значения. Цель та же самая, достигают ее с помощью объединения, а характер объединения, это как в каждой семье есть что-то собственное. Ясно? Ну? Ну, вопрос, предлагаете ли вы русскоговорящим в Израиле присоединиться в Сочи к действию? Я советую только одно, чтобы вдруг не полетели, загорелось человек, а там что-то, извините меня, сзади какой-то моторчик. Он должен позвонить в Москву, должен проверить, заинтересованы ли они в нем. Должен спросить нас, действительно ли мы рекомендуем его. Так? Это должно быть приглашение и разрешение и от нас, и из Москвы, совместно, и серьезно, не просто так туда приезжают не отдыхать, а работать. И отдых, конечно, тоже, море, это на берегу моря. Все-таки это летние дни, но давайте относиться к этому серьезно. А не то, что каждый, кому захотелось, едет. И не каждый, кто сидит здесь, готов к распространению. Там люди, кстати говоря, очень продвинутые в распространении. У нас нет более серьезной организации, продвинутой в распространении для масс, чем Россия. Мы не доходим до того, что у них. Нет. Москва, Питер, Тверь, Калининград, это просто места очень сильные в этом. так что надо учиться у них. Да? Все? Прекрасно. Ну, Ниф. Можно ли подытожить? Как человек может проверить себя? Я спрашиваю, потому что в последний период я разговаривал с разными товарищами, и я иногда вижу, что человек чувствует, что он душой и сердцем с нами, он поддерживает, но иногда не участвует в каких-то наших акциях по распространению, или не все уроки посещает, или, короче говоря, выбирает для себя какую-то часть, но ему кажется, что он в своем ощущении полностью с нами, и я также боюсь, и я уверен, что я тоже для себя делаю разные скидки, и я, может быть, даже не вижу этого. Ваш совет? Нужно быть более объединенными, и каждый должен охранять остальных. Может быть, вы построите какой-то механизм, допустим, несколько людей, 5-10 человек, которые будут проверять каждого, насколько он не так вдруг не убежал и не ослаб. Потому что это происходит. Человек, который теряет привычку приходить сидеть 3 часа, это нехорошо. нехорошо. Я этого боюсь. Я сам тоже. Это не заканчивается до гмартикуна, я вам говорю. Я сам тоже. Да, отпуск немножко, ну, 2 часа поучимся, ну, час поучимся, поговорим об этом, потом, можно вечером восполнить, нет такого. Это просто всеми силами удерживаться, насколько можно, если человек возвращается в час ночи с интегральной акцией, он не может 3 часа встать и потом работать еще весь день. Понятно, что так нельзя. Но как-то мы должны охранять его, оберегать. Может быть, в чем-то снизить темп, чтобы все-таки такие действия не начинать так начинать немножко их устанавливать, чтобы это не вредило все-таки учебе и работа предприятия у нас есть, тоже мы ее подзапустили. Нужно говорить об этом еще. Пока что. На этом мы закончим. Спасибо. Всего доброго. И споем песню. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok